Добрый вечер! Мы продолжаем изучать недельный раздел «Торы и Шмот» и начнём сегодня прямо с того места, на котором закончился предыдущий урок. Всевышний открылся в Муше в Синайской пустыне, у горы Синай, и потребовал от него, чтобы тот отправился в Египет, ибо пришло уже время избавления еврейского народа. Реакция Муше, 3 глава, 11 стих, и сказал Муше Богу, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта? И он сказал, ведь я буду с тобой, и именно это будет тебе знаком, и именно это будет тебе знаком, что я послал тебя. Когда ты выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. Вот это самый отрывок, который мы с вами и обсуждаем. И очевидно совершенно вопрос, который задают очень многие комментаторы – какая связь между вопросом и ответом? Мы инстинктивно ждем, что когда задан вопрос, на него должен последовать ответ. Вопрос задан, Муше его задает, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта? Самое простое понимание этого вопроса – это осознание его, Муше, ничтожности перед Всевышним и перед той колоссальной совершенно миссией, которую собирается Всевышний разложить на его плечи. А ответ – мы бы ждали, что Всевышний сказал – ну, ничего, один из двух. Во-первых, ты большой человек, и ничего так страшного, ты все это сумеешь, я знаю, я в тебя верю. Или другой вариант – ну, не такая ты уже страшная, не такая уж тяжелая миссия, не так уж. Мы с фараоном разделаемся. Вместо этого ответ, и он сказал, ведь я буду с тобой, именно это будет тебе знаком, что я послал тебе. Когда ты выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе, вот прямо здесь, на этой горе, где и происходит этот разговор. Каким образом это отвечает на вопрос Муше? Ответ, который уже был озвучен на прошлом уроке, ответ Раши. Раши на самом деле приводит два ответа, прочитаем сейчас только один. Сначала Раши комментирует вопрос, Муше разлагаю его на два разных вопроса, чтобы мы здесь не запутались. А именно, первый вопрос, кто я такой, то есть, что во мне значительного, чтобы я мог говорить с царями, чувствует здесь Муше свою слабость и понимает, что для того, чтобы войти к фараону и потребовать от него, чтобы тот отпустил евреев, для этого нужны достаточно серьезные душевные силы, он не чувствует, что он обладает ими. Второй вопрос, и чтобы я вывел сынов из Израиля, даже если я сам достой, предположим, я смогу, найду в себе силы или будет такая Божья помощь, что я смогу войти и потребовать это от фараона, но чем заслужили сыны Израиля, чтобы с ними совершилось вот такое чудо, и чтобы их вывели из Египта. Итак, два вопроса, на два вопроса, говорит Раший Всевышний, дает два ответа. Первый. И он сказал, ведь я буду с тобой. То есть, сначала ему ответил на первый вопрос, а затем уже только на второй. То, что ты говорил, а кто я такой, чтобы идти к фараону, так я тебе отвечаю. А это не твое дело, а мое. То есть, поскольку это мое дело, ты идешь не по своим. Если бы ты ходил к фараону по своим вопросам, может быть, у тебя бы действительно была здесь серьезная сложность, как говорить с царями. Но ты идешь по моему делу, ты мой посланник. Стало быть, я буду с тобою, я уже позаботюсь о том, что ты найдешь в себе силы говорить с фараоном. А что касается именно это, то есть, то чудо, которое ты видел в Терновнике, которое горит и не сгорает, и это тебе знак. То есть, то чудо, которое ты видел в Терновнике, оно будет тебе знаком, что я послал тебя, и ты преуспеешь в своей миссии. Если ты еще сомневаешься, так вот посмотри на то чудо, которое здесь перед твоими глазами происходит, как горит терновый куст, и он не сгорает, и это чудо будет тебе знаком, что я тебе послал, и коли я тебе послал, я уже позабочусь о том, что ты преуспеешь в этой своей миссии, и нечего тебе бояться. А мне же под силами спасти сынов Израиля, нет проблем. Что же касается второго твоего вопроса, чем заслужил народ Израиля исход из Египта, у меня есть веская причина для этого исхода, ведь им предстоит принять Тору на горе Синай через три месяца после выхода из Египта. То есть, не ищи причину, чем они заслужили, а ищи причину, ради чего, точнее не причину, а цель, ради чего они выходят из Египта. Выходят из Египта не просто для того, чтобы избавиться от власти тирана, не только для того, чтобы облегчить их положение тяжёлое и рабское, а выходят для того, чтобы получить Тору и стать слугами Божьими. Это два вопроса на твой ответ. И ещё в конце предыдущего урока мы обратили внимание на одну небольшую деталь, но достаточно серьёзную. Раши говорит, через три месяца, ведь им предстоит принять Тору на этой горе через три месяца после выхода из Египта. Как это так три месяца? С каких-то пор три месяца? Ведь каждый знает, каждый, кто хоть немного знаком с Торой, знает, что Тору получили через 50 дней по выходе из Египта. Весь отсчёт 50-дневного периода от Песаха до Шивот, от Песаха дня исхода из Египта, до дня получения Торы на Синай в праздник Шивот – это 50 дней. 50 дней при всём выживании – это не три месяца, никак. Так, что же здесь имеется в виду? Через три месяца, может быть, через три месяца после того, как происходит этот разговор? Очевидно, нет. Через три месяца после того, как Мушей начал свою миссию? Тоже нет. Ведь сам Раши приводит в нескольких местах, что процесс убеждения фараона при помощи того давления, которое было оказано на фараона при помощи Макот Мицраима, при помощи ударов по Египту, он занял почти год, потому что каждый из ударов на него отводился месяц. Сначала Мушей в протяжении трёх недель предупреждал, что произойдёт, а вслед за этим целую неделю происходили события, связанные вот с этим ударом. Так что год. Что же может здесь иметься в виду? Какие три месяца? А Свяфтеиха Хамим, один из известных комментаторов Раши, он отвечает на этот вопрос так. Конечно же, получение Торы на Синае началось через 50 дней. В праздник Шивот начался процесс, началось откровение, случилось вот это первое колоссальное откровение Всевышнему еврейскому народу, но оно уже не закончилось в этот день. После того, как стихли громы и молнии в Синаеевском откровении, после этого Всевышний сказал Мушей, «Поднимайся ко мне на гору, и там я дам тебе и скрижаль, и Тору, и заповеди». Менится в виду, что после этого последовал период сорокадневный, в течение которого Мушей должен был изучить устную Тору. А устная Тора – это главная основа Торы. И весь союз еврейского народа со Всевышним, он на основе именно устного учения. Поэтому заканчивается процесс передачи Торы, когда можно сказать, что еврейский народ уже действительно получил Тору, 50 дней до начала, до Зинайского откровения, до праздника Шивот, и ещё 40 дней после этого, который Мушей пробыл на горе Зинай, всего вместе 90 дней, то бишь 3 месяца. Так что с точки зрения бухгалтерии у нас тоже всё в порядке, мы посчитали, что действительно 3 месяца. Это был ответ Раши на тот вопрос, который мы задали, ещё раз напоминаю вопрос, как связать ответ Всевышнего на вопрос, заданный Мушей. Мушей спрашивает, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта? А ответ ему Всевышнего – ведь я буду с тобой, и именно это будет тебе знаком, что я послал тебя. Какой будет знак? Когда ты выведешь народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. Посмотрим, как отвечает на тот же самый вопрос Равир. Прежде всего, анализ вопроса Мушей. Мушей сказал Богу, ты поставил передо мной две сложные задачи – побороть фараона и возглавить народ Израиля. Но я чувствую, что не имею ни малейшей силы или способности для выполнения любой из этой задач. Ведь тот, на кого возлагается столь высокая миссия, вполне вероятно, что он вновь и вновь проверяет себя, соответствует ли он этой миссии на самом деле. Только люди недалекие мечтают получить, начинают отличиться и получить какую-нибудь серьёзную миссию, чтобы на них возложили, не задавая себе вопроса, а есть ли у них душевные силы для того. На самом деле человек, у которого нет душевных сил для того, чтобы справиться с возложенной на него миссией, это человек несчастный. Это очень тяжёлое подавленное состояние. Поэтому серьёзный нормальный человек, он в тот момент, когда перед ним ставится, ему бросается такой вызов, и на его плечи собираются возложить такую большую ответственность, он спрашивает себя, а я это потяну, я на это способен? Если бы это казалось только его личной судьбой, ну он мог бы рискнуть. Может быть да, может быть нет. А, рискнём. Была, не была. Но в данном-то случае горе или счастье всего народа зависели от успеха этой миссии. Взять на себя ответственность за весь народ, чувствуя, что ты не очень к этому подходишь? Нет. И было вполне естественно, что человек, особенно такой, каким был Моше, ведь он скромнейший из живущих на земле, не обладающий ни крупицей того, из чего создаются процветающие политики, генералы, герои и правители, в ужасе отшатнулся от предложенной ему миссии, смотря на то, что повеление исходило от самого Бога. То есть того, иными словами, Моше не было создано из того материала, из того мяса, из которого делаются великие герои, политики, полководцы. У него не хватало того, что называют сегодня харизмой. По крайней мере, в первый период вот этой его деятельности. Это не значит, что к концу этого периода, к завершению своей жизни это осталось там же. Вовсе не факт. Это требует отдельного изучения в книге Бамедбау, в конце книги Бамедбау, в начале книги Дворим. Но, по крайней мере, здесь сейчас Моше чувствует, что с точки зрения его личности, его характера, он вовсе не харизматичный лидер, он вовсе не обладает теми душевными силами, которые необходимы для того, чтобы вести такие колоссальные исторические переломы, и понимая, что это ответственность здесь, решить на нём за весь народ, он отказывается. Не надо. Не случится ли так, что всё дело провалится? Из-за чего? Что из-за его личного несоответствия и высоким требованиям он сможет оказаться робок или нерешителем в присутствии фараона? Не навлечёт ли он тогда неисчислимые бедствия на своих собратьев? Не оправдает ли его утверждение, что он не обладает той внушительной и притягательной силой личности, которая требуется человеку, призванному сделать из нации рабов, народ Бога? То есть точно так же, как ему нужны колоссальные силы для того, чтобы противостоять фараону, ему необходимы тоже очень большие силы и притягательная личность харизматичного лидера для того, чтобы возглавить еврейский народ. Не просто возглавить, а прежде всего создать еврейский народ. Ведь на данный момент это просто толпа рабов, а нужно сначала создать этот народ, а потом уже его возглавить. Внушение чувствует себя способным ни на то, ни на другое. А вот теперь ответ Всевышнего. Те самые качества, которые, на твой взгляд, делают тебя полностью непригодным для выполнения этой задачи, на деле они самые необходимые для этой цели. Ты думаешь, что это твой недостаток, а мне как раз, говорит Всевышний, как раз наоборот. Именно эти качества сделали тебя единственно пригодным из всех людей на Земле для этой самой миссии. Почему? Потому что тот факт, что ты полностью осознаёшь в себе отсутствие способности отважиться, не говоря уже о том, чтобы справиться, принять такую миссию, надеясь только на собственные силы. Вот это и делает тебя самым подходящим человеком для моего поручения. Мне же нужен мудрый и в то же время скромнейший из людей. Почему так? Именно твое несоответствие придаст особое отличие тому, что я намереваюсь выполнить через тебя. Это будет особым знаком на все грядущие времена, что совершённое тобой можно было совершить только по моему приказанию и с помощью моего могущества. То есть, если бы намечалось здесь обычное историческое событие, ну, наверное, нужно было бы поискать кого-нибудь, кто более способен быть историческим героем. Нет, Грифийский, мне не то нужно. Сейчас я собираюсь выводить евреев из Египта, я собираюсь творить историю, я собираюсь один раз на протяжении всей истории проявить себя, проявить свою власть, показать людям, где моя власть. Для этого мне не нужен харизматичный лидер. Для этого мне нужен харизматичный лидер. Даже если он сам себе это не припишет, люди будут ему приписывать. Говорить, вот какой человек, вот какой великий вождь. Это он сумел побороть фараона, это он положил египтяны лопатки, это он сумел противостоять евреям, несмотря на то, что они жестоковыльный народ, это он сумел, собрав всю волю в кулак, повести за собой. Нет, это не надо, наоборот. Не нужно именно человека, который является собой полную, совершеннейшую антитезу историческому герою. Именно твое несоответствие будет свидетельствовать о божественном характере миссии. То есть и тогда получается проверить, что слова ответа, они ложатся просто великолепно. Когда мужик говорит, кто я такой, чтобы пойти к фараону, на это ему ответ. И это тебе знак, что это. И это, то, что ты говоришь сейчас, то, что ты говоришь, что ты абсолютно на это не способен, именно это будет тебе знаком, что я послал тебя. Именно это. Именно твоя неспособность. Без этого доказательства освобождения Израиля рассматривалось бы в первую очередь как событие мировой истории, прославляющее силу человека. Но не власть человека стремлюсь я установить через тебя и с тобой. Когда? К чему всё должно вести? Чтобы приняли Тору. А когда будете принимать Тору, мне и нужно, чтобы здесь был харизматичный лидер, который ведёт за собой людей. Потому что ты будешь принимать Тору точно так же, как все остальные евреи, как один из них. Ведь вы должны служить мне на Синае, принимая Тору. Когда будет завершено освобождение, ты не станешь правителем народа. Скорее, все вы станете слугами. Все вы. Ты точно так же, как и весь остальной народ, придёте к этой горе как слуги Божьи. И только если ты выведешь народ, если только такой человек, как ты, именно ты, а не какой-нибудь другой, выведет народ, вот тогда можно будет и завершить. Иными словами, это важно здесь и по отношению к тому поколению, которое получает Тору. Им необходимо понять, что они выходят из Египта для того, чтобы получать Тору. И для этого необходимо ощущение совершенно без малейшей тени сомнения, без малейшей тени сомнения, что Всевышний творит этот исход. И Он выводит их из Египта для того, чтобы получить Тору. И они выходят для того, чтобы стать слугами Божьими, а не свободными людьми. Поэтому необходимо, чтобы личность Мушей не заслоняла здесь Всевышнего ни на Волосинку. Это, кстати, то, что подчёркивают многие комментаторы пасхальной Агады, ведь удивительный факт, во всей Агаде, которая должна писать ход исхода из Египта и тем самым помочь нам исполнить заповедь «Расскажи сыну своему об исходе из Египта», во всей, во всём тексте Агады имя Муше не упомянуто ни разу, ну хотя бы один раз. Ну что вообще там нет? Студится впечатлеть, как будто он там вообще в этом не участвовал. Не участвовал ещё как участвовал, совершенно верно, но его личность не должна затянить за собой того факта, что Всевышний творил. Это всё от начала и до конца. В том же самом направлении идёт ещё один комментатор, чуть более поздний, чем Абвирш. Рабмейр Симка из Двинска в комментарии Мешихохне. Он обращает внимание на тот известный факт, что Туран называет Муше самым скромным из людей. Ну, привыкли, считаем, да, действительно. Боишь Муше, она самая скромная из всех живших на Земле. Очень здорово. Но как может Муше быть самым скромным из людей, если мы понимаем простое понимание скромности, что человек не считает себя чем-то большим? А Муше, что он жил в такой иллюзии, что он думал, что он просто так средний человек. Он не понимал, что он единственный из людей оказался способен на то, чтобы привести Тору в этот мир. Он не понимал, что ему предназначено говорить лицом к лицу со Всевышним, чего не удостоился до сих пор ни один человек. Он ошибался. Как человек, понятно, что нет. Если бы он ошибался, если бы он думал, что он просто средний маленький человек, то тогда это была бы не скромность, а просто недалёкий он. Человек скромный – это не значит, что человек недалёкий. Понятно, что Муше о своих силах, о силах своей личности знал, конечно. Если так, то как же человек, который осознаёт, силы своей личности может быть скромной. Как он не восторгается, не упивается колоссальными силами, силами своей души? Для примера хотя бы. Один из довольно интересных поселителей XX века, почитав дневники Льва Толстого, в которых видно, как этот человек действительно крупная личность, но по дневникам видно, насколько он упивается силами своей личности и грандиозностью своей личности. Так вот, тот самый мыслитель, прочитав эти дневники, написал о толстом очерке под названием «Старший брат Господа Бога». Так вот, ни много, ни мало. Так этот человек себя воспринимал, так он на себя смотрел, ни больше, ни меньше. И это довольно естественно понятно, что человек действительно обладающий сильной личностью, он знает об этом, он понимает, что он на две головы выше всех остальных. Почему же Муше? Как ничего? Почему же? А каким образом Муше сумел остаться самым скромным из всех людей, если он так хорошо знает силу своей личности? Ответ, он один. Потому что таково восприятие Муше Всевышнего, иными словами. Чем скромный человек отличается от нескромного? Нескромный человек, гордец – это тот, кто меряет себя по отношению к другим людям. И когда он видит, что он на голову выше всех других людей, то он начинает возноситься. А как человек может быть скромным? Если он не меряет себя по отношению к другим людям, а если он меряет себя по отношению к Творцу, по отношению к Всевышнему. И тогда ему понятно, как говорит Муше вынахнула, а мы кто мы такие? Мы никто абсолютно, ноль без палочки. Вот именно такой человек Всевышнему необходим. То есть то, это тебе знак, то, что ты себя так умоляешь, то, что ты спрашиваешь, кто я такой, чтобы вывести евреев из Египта, именно этот факт, если ты, будучи настолько великим на самом деле человеком, если ты при всём при этом остаёшься настолько скромным, это значит, что у тебя постижение твоё Бога, оно настолько сильно, что это именно как раз то, что мне нужно. Это то, что Всевышний ему и ответил. Подобно тому, как говорят мудрецы в Медраши, что Всевышний дал Тору на горе Синай. Почему именно на горе Синай, потому что это был какой-то колоссальный утёс, почему тогда действительно не на горе Арарат или, может быть, ещё лучше на Эвересте, на Джамалунгина где-то. Нет, именно потому что гора Синай самая невзрачная из всех, самая невыразительная, самая незаметная. Точно так же и Муши. Если он самый скромный человек, это как раз именно то, что им нужно. Именно через такого человека Тора придёт в мир. Завершим эту часть урока ещё словами Рамбана в законах об основах Тора. Как Рамбан понимает вот эти слова, и это тебе знак, и именно это будет тебе знаком, что я послал тебя, когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. Рамбан в законах об основах Торы, восьмая глава, очень-очень неизвестное место. Некоторые комментаторы потом утверждали, что иначе как Бруаха Кодыш, иначе как пророческим духом невозможно было написать эти слова. Пис Трамбан в следующую вещь. Мы не будем глубоко в них входить, это тема для дальнейших глав, но только прочитаем. Пис Трамбан так. «В пророчество Муши Рабейну народ Израиля поверил не из-за знамений, которые он делал». То есть не будем думать, что благодаря тем невероятным чудесам, которые Муши совершил в Синайской пустыне, народ уверовал в то, что он – посланник Всевышнего. Ведь у того, кто верит на основании знамений, остаётся в сердце подозрение, что, возможно, знамение сделано при помощи колдовства. Лучше перевести это в оригинале сказанной «Колям амин аль пио тот еш блибо дофи». Каждый, кто верит на основании чудес, то есть в его вере изъян. Что это за изъян? Остаётся всегда подозрение, что, возможно, это знамение, это чудо, оно может быть сделано при помощи колдовства. Можно ведь это делать. Трудно, конечно, но можно. Стало быть, поскольку в план Всевышнего не входило, чтобы у евреев возникла вера, в которой есть изъян. Но вера должна была быть безупречной в том самом первом поколении, от которого в дальнейшем потянется цепочка традиций ко всем остальным поколениям. Поэтому в этом поколении изъяна быть не могло. Как любая трещина, которая будет в фундаменте, она приведёт, безусловно, к тому, что всё разрушится. А это сейчас поколение-фундамент. Поэтому ясно, что не чудеса должны были служить основой для веры, спросив задачи, а для чего тогда были все эти чудеса во время путешествия по Синайской пустыне. Проглашаю Трампом, но все чудеса, которые ему же я сделал в пустыне, были сделаны по необходимости, просто по нужде, а не с целью подтвердить истинность пророчества. Нужно было уничтожить египтян, было безвыходное положение, когда еврейский народ оказался в ловушке слева и справа горы, а впереди море, сзади египтяне. Всё, ловушка захлопнулась. Не было другого выхода, кроме как рассечь море и утопить египтян в него, нуждались в пище, оказалось 2,5 миллиона человек в Синайской пустыне, которая не может прокормить и десятой доли, и сотой доли эту. Тогда как же кормить? Спустил ман, возжаждали, воды там тоже нет, сделал из камня источник воды. Восстало против него сообщество короха, поглотило их земля. И так все остальные чудеса. То есть не для того, чтобы это не был пиар, как сегодня бы сказали, это не было для того, чтобы произвести впечатление на кого-то, а только для того, чтобы решить технические проблемы конкретные, пребывание вот такого большого количества людей в Синайской пустыне. Ну, тогда вопрос, а если не чудеса были основой веры, то что было основой веры? Когда же народ поверил Муше во время Синайского откровения? Когда наши собственные глаза видели, а не чужие. Наши собственные уши слышали, а не другой предсказал. Тут огонь и те голоса, языки пламени. Что было на Синайе? Не чудеса. На Синайе произошел непосредственный контакт, когда Всевышний говорил с еврейским народом. После непосредственного контакта никакие доказательства не нужны. Чудо – это только одно из доказательств. А непосредственный контакт, когда я говорю с каким-то человеком, мне не нужно приводить доказательства, что я с ним говорю, что он существует. Настолько, насколько я нормальный, адекватно воспринимающий действительность человек, я не сомневаюсь в том, что человек, говорящий со мной, сейчас существует, он со мной общается. То же самое было тогда на Синайе. Не чудеса, а непосредственный контакт. Поэтому, когда Всевышний сказал ему в начале его пророчества, т.е. вот в этом самом первом пророчестве у горы Синай, когда Всевышний ему сказал, что он будет делать знамения. В тот момент, когда дал ему знамения, которые нужно было сделать в Египте. До этого мы еще в тексте дойдем, мы еще не дошли. И тогда еще Всевышний пообещал, что эти знамения произведут впечатление, и люди тебе поверят, и будут слушать тебя. Вот тогда уже Мушир Абейн узнал, что у того, кто верит на основании знамений, есть в сердце сомнения, и место для раздумий об истинности услышанного, и растерялся. И сказал, но ведь они же мне не поверят. Пока Всевышний не сообщил ему, что именно эти знамения, они нужны будут только до выхода из Египта. Действительно. Нужны будут чудеса и знамения? Да, нужны. Но необходимость в них будет только до того, как завершится исход из Египта. А после исхода, в момент Синайского откровения, исчезнут раздумия, сказал Господь. И там я дам тебе такое знамение, чтобы узнали, что я послал тебя на самом деле, изначально, и не останется уже в их сердце сомнений. И об этом написано. И вот тебе знамение, что я тебя послал. Какое знамение? Когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. То есть, то самое откровение на горе Синай, оно-то и будет полным и настоящим знамением, что я тебя послал. Не чудеса исхода. Нет. Чудеса исхода не могли решить проблему веры. Они могли дать веру на 95%. На 98%. Может быть, даже после рассечения моря 99%, но не на все 100%. Червячок сомнений всегда остаётся, потому что даже море рассеклось. Конечно, это было очень-очень-очень серьёзно и очень впечатлительно, но они знают. Ветер, прилив, отлив, ещё что-нибудь. Масса объяснений может быть. Конечно, они все объяснения немножко смешноваты, но нельзя их полностью отрицать и сказать, что такого нему могло быть невозможно. Возможно. Поэтому хотя бы 1%, а этого 1% сомнений достаточно, чтобы червячок сомнений, он оставался жив. И хотя обычно он спит, но в моменты кризиса он поднимает голову и задаёт вопросы. А может быть, на самом деле всё не так, как кажется. Поэтому нужна была ещё и на другого рода вера. Вера, которая возникнет на основе прямого контакта. И вот это тебе, вот это вот именно будет знак, настоящий знак, полнейший, когда люди уверятся на все 100, что я тебя послал, а именно то, что произойдёт на Синайской горе. Теперь мы можем уже двигаться дальше по тексту. И сказал Муше Богу, вот я приду к сынам Израиля и скажу им, Бог ваших отцов послал меня к вам. Это то, что ты от меня хочешь. А они спросят меня, как его имя, что я им скажу. И сказал Бог Муше, я буду, кем буду, или я буду тем, кем буду. И сказал, так скажите нам Израиля, я буду, послал меня к вам. И ещё сказал Бог Муше, так скажите нам Израиля, я Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, послал меня к вам. Вот имя моё навеки, и вот память обо мне из рода в род. Отрывок очень и очень непонятный. Даже если его читать в оригинале, он непонятный, а уж тем более в великем и могучем русском языке совсем уже трудно. С чего начинается? Мужец спрашивает, ну хорошо, предположим, я приду и скажу, Бог ваших отцов меня послал. Они скажут, а как его имя? Ну что я скажу? Для чего нужно знать имя? В чём здесь идея? Может быть, перейдём сразу к объяснению Ромбата. Ромбан прежде всего отметает мысль о том, что может быть Муше просит по-прежнему, не по-прежнему, что может быть Муше начинает сомневаться, действительно ли ему поверят. Что, в общем-то, довольно понятно, рационально. Люди, которым явится кто-нибудь из пустыни и заявят, что Бог ему там явился, они смотрят на него, естественно, с подозрением. Скорее всего, начинают подозревать, а не нужно ли ему обратиться к психиатру, может быть, или просто успокоиться, выпить кофе. Скорее всего, что-то... А может быть, тогда Муше спрашивает про имя, потому что знание имени убедит людей, что действительно Всевышний являлся Муше. Ну, Ромбан, нет, об этом даже не следует думать. Невозможно предположить, будто вопрос, как его имя – сами Израиля могут задать для того, чтобы проверить Муше и удостовериться в том, что на самом деле послание Всевышнего. Это своеобразный такой экзамен, утверждает этот человек, что он пророк, что Бог ему явился. Сейчас мы его проверим. На самом деле, Аллаха действительно устанавливает, что того, кто утверждает, что он пророк, его следует проверять. Но экзамен выглядит иначе, его не спрашивают имя. Почему? Да потому что любой его ответ на этот вопрос не стал бы доказательством для того, кто не верил бы прежде. То есть, как бы ему уже не ответил, все останется на своем месте. Кто поверил ему – поверит, а кто не поверил – не поверит. Ведь если евреи знали это имя, то ему же есть знак его. Если экзаменатор знает это имя, то точно так же, как экзаменатор знает, точно так же экзаменующийся будет знать. И тогда его знание ничем не отличалось бы от их знания и не могло бы служить каким-либо доказательством и знамением. То есть, пароль этот должен быть именно такая штука, которую он знает, а все остальные не знают. И если они прежде не знали такого имени, а Муше знает, вот этот, пожалуйста, тогда пароль, то уж тогда, тем более, в его ответе не было бы для них никакого подтверждения его правоты. Он сказал какое-то имя, которое мы не знаем. Пойди, знай, откуда он взял это имя. И действительно, уже после того, как Всевышний открыл, Муше своё великое имя, он уже сказал, вот это вот имя, я буду, кем буду. Но Муше не успокоился и продолжает говорить, но они же мне не поверят. То есть, само знание имени никоим образом не успокоило Муше, значит, здесь не имелось в виду, что евреи зададут этот вопрос, а как его имя для того, чтобы его проверить. Ну а из чего же они тогда зададут этот вопрос? Муше начинает именно с этого. Не с того, что он боится, что ему не поверят, а начинает именно с того, что я приду и скажу им, Бог ваших отцов меня послал. Но они спрашивают, а как его имя? Почему он думает, что они об этом спросят? Проложает Рамбан. Но с моей точки зрения, к этому времени Муше уже был великим мудрецом и достиг высочайшего уровня пророчества. И в его вопросе заключалась просьба открыть ему, как же именно, кто же именно направляет его в Египет, то есть от какого из качеств творца исходит возлагаемая на Муше миссия. Муше сказал Всевышнему так. Сыны Израиля спросят меня, послён ли я к ним от качества творца, выраженного в его имени, Эль-Шадай, в котором Всевышний открывался праотцем, или от качества Всевышнего, от качества милосердия, от мудрата Ахами, посредством которого совершаются знамения и чудеса, нарушающие установленные законы шестидней творения. Очень малопонятный отрывочек этого Рамбана, пытаемся его разъяснить. Имя. Что есть имя вообще? Имя человека, оно обозначает самого человека. Имя существительное. Имя существительное, значит, оно указывает на суть предмета или на человека. Когда называют имя человека, нам понятно, что тот самый человек. Когда мы говорим об именах Всевышнего, так сказать нельзя, потому что суть творца непознаваема. Он безграничен, не имеет ни начала, ни конца. Но, стало быть, определить его суть никоим образом невозможно. Это не дано. Стало быть, его имя не определяет его суть. А что ж тогда? Что ж тогда означает его имя? И, кстати, его имя, это не очень правильно сказано, его имена. Ибо, не знаю, множество имен Всевышнего, которые упомянуты в Торе. Имя Всевышнего означает только одно из медот, одно из качеств, при помощи которых Всевышний управляет этим миром. И поскольку таких качеств, это не одно качество, их несколько, то есть есть разные системы, разные схемы управления миром, проявление разных качеств в управлении миром, соответственно, есть разные имена. Поэтому еврейский народ здесь и спрашивает, а каким образом будет происходить хорошо? Даже, может быть, мы тебе поверим, что действительно Бог тебе послал. А каким образом он тебя посылает? То есть, каким образом будет происходить этот исход? По крайней мере, две возможности уже им известны. Рамбан здесь намекает на то, что сказано в начале следующего недельного раздела Торы. Правильно. В этом Тора так. «И говорил Бог Муше и сказал ему, я Бог, я открывался Аврааму, Ицхаку и Якову в образе Бога Всемогущего, но своей божественной сущности…» Перевод вставляет лучше, но я им не открывал. Иными словами, одно из имён Кель-Шакай – это то имя, которое я проявлял братцам, но моим четырёхбуквенным именем Ютке и Вавкей я им не проявлялся. Так вот, это, говорит Рамбан, и есть содержание того вопроса, который Муше здесь предвидит со стороны еврейского народа. Есть два разных имени, которые означают два разных способа управления мира. Первое имя Кель-Шакай происходит от слова «дай». Тот, кто сказал «довольно, хватит, стоп». Что это означает? Этим именем Всевышний управлял миром во времена праотцев, и именно так он им открывался. Что это означало? Означало это, что законы природы, которые Всевышний создал и установил, они имеют определённый предел. Их действие не абсолютно. Понятно, что в соответствии с законами природы огонь сжигает то, что попадается ему. Любой материал, который может быть сожжён, огонь его сожжёт. Совершенно верно. Но когда этот огонь дошёл в топки до тела Авраама, там он остановился. Авраам оказался в печи, но не сгорел. Почему? Есть здесь определённое ограничение. Тот, кто сказал Всевышний, который сказал «дай, хватит». Т.е. ограничил действие законов природы тем, что по отношению к людям типа Авраама или других, или Ицхака, с ним тоже это происходит, по законам природы во времена Ицхака происходит засуха невероятная, неурожай. У всех неурожая. Люди мрут, как мухи, от голода. А у Ицхака среди всего этого неурожая, у него стократный урожай. Т.е. законы природы останавливаются на нём. Когда происходит такое действие, оно не отменяет законы природы, оно только ограничивает их. Исход из Египта может произойти и таким образом. Когда законы природы, в соответствии с которыми египтяне управляли до сих пор своей страной и порабощали евреев, они могут во всём, что касается евреев, оказаться ограниченными. До сих пор этого не было. До сих пор египтянам удавалось поработить их. Но, может быть, Всевышний захочет сейчас их ограничить, т.е. проявить здесь это своё имя – Шиндалец Юд. Вторая возможность другая – это проявление имени Юд Кей Вавкей. Т.е. это полная совершенно отмена всех и всяческих законов природы, всех законов шести дней творения, т.е. полная отмена. Отмена локальная здесь, в данном месте и в данный час, когда будут происходить события, совершенно противоречащие и, очевидно, полностью отменяющие действия законов природы. Вот это проявляется, здесь проявляется, при таком обороте проявляется имя Юд Кей Вавкей, смысл которого – тот, кто осуществляет всё существующее, и поэтому спрашивают еврейские, спросят еврейский народ так, мы уже думаем, что спросят, а вот через какое имя пройдёт избавление, от какого из имён, т.е. какой способ управления мира ты будешь проводить, будет проведён через тебя в ходе исхода из Египта. Так объясняет здесь Ромбат. Этот вопрос возник уже потому, почему мы уже думаем, что евреи вдруг сразу дадут ему такой непростой вопрос. Потому что Всевышний сказал ему «Я Бог твоего отца, Бог Аврава, Бог Схака и Бог Якова, но своего имени не назвал, не назвал ни одного из имён». В этом-то смысл вопроса. И что Ему Всевышний ответил? Ответил Ему «Я экия жераке», т.е. «Я буду кем буду» или «Буду тем, кем я буду». Посмотрим, как Раши объясняет прежде всего эти слова. Смыслы «Я буду с ними», имеется в виду здесь сынами Израиля, «в этой беде точно так же, как буду с ними тогда, когда их проработят в дальнейшем имени царства». Те самые четыре царства, которым проработчался еврейский народ, которых поют в Маос-Цур, в пизмон, которые поют на Хануку, вот такое здесь объяснение. Какое имя? «Я буду с вами в этой беде, в которой вы находитесь сейчас, в Египте, точно так же, как я буду с вами в дальнейшем, когда вас будут проработчать и в Абимоннии, и персы, и греки, и римляне». Сказал ему уже владыка мира «Мало им этой беды, я буду рассказывать им ещё и о других, я сейчас приду и скажу, вы знаете, что Бог вас освободит, и Он будет с вами в этой беде, в которой вы сейчас находитесь, точно так же, как будет потом в будущих бедах. Им сейчас их беды достаточно просто по горло, куда же им сейчас ещё и дополнительные беды? Сказал ему всевышний, правильно ты говоришь. Так вот, так скажи сыновья Израиля, я буду, послал меня к вам». Как это понимать? Говорит Рамбан, это объяснение подразумевается следующее. «Когда Муше попросил Всевышнего открыть ему своё имя, чтобы оно служило для сынов Израиля свидетельством его существования и его воздействия на мир». То есть, ещё раз подчёркиваю, имя – это не имя собственное, не имя существительное по отношению к людям или предметам оно может быть. Имена Всевышнего, они означают только название систем его воздействия на мир, его воздействия на мир или то, что ещё называется словом «ашгаха», то есть его контроль над миром и его управление миром. Так вот, вы хотите знать, каким образом это произойдёт? Вы хотите получить подтверждение и доказательство, что Всевышний вмешается в ход истории и избавит вас из Египта? Пожалуйста. Вы хотите знать имя, чтобы оно служило для сынов Израиля свидетельством его существования, не просто его существования, а его воздействия на мир, т.е. ажгахи? Так Всевышний возразил имя. А для чего ты спрашиваешь об этом моём имя? Это не нужно, это лишнее. Им не понадобятся другие доказательства, им не нужно имя как свидетельство. Потому что я буду с ними во всех их бедах. Они вас зовут ко мне, и я им отвечу. В этом-то смысл. Я буду с вами в этой беде точно так же, как буду и в дальнейших бедах, и когда в Вавилоне вас проботят, и когда персы будут вас угнетать, и когда греки будут вам навязывать свою воду, и когда римляне вас попытаются сгноить окончательно, я всё время буду с вами. Что это значит? Это действительно самое большое доказательство того, что у народа Израиля есть Бог. Он близок к нам, когда мы взываем к Нему. Он – Бог, вершающий суд на земле. Это довольно близко к тому, что мы прочитали совсем недавно. Слова Храмова. А именно. Можно искать доказательства логические существования Всевышнего или того, что Он управляет миром, и доказательства философские, доказательства такие и сякие. Есть самые сильные доказательства, которые не оставляют места для сомнений. Когда? Если говорить о существовании, то мы сказали прибой контакт. Когда я говорю с кем-то, то у меня не остаётся сомнения, что кто-то, с кем я говорю, что Он существует. Кончились на этом сомнения. Да. Но если Всевышний существует, это на самом деле не покрывает все наши проблемы, потому что мы хотим знать, а действительно ли Он вмешивается в происходящее в мире. А ведь всегда были философы, которые утверждали, что даже если есть Творец мира, то уж точно он миром не управляет. Да потому что мир, управляемый Богом, выглядел бы, наверное, куда лучше, куда более гармоничный, чем наш мир. Есть масса-масса возражений на эту тему. Есть масса причин возражать, почему Всевышний, может быть, не управляет миром. И евреи, которые сейчас находятся в оковах египетского рабства, им-то важен философский вопрос – есть Бог или нет Бог. И дальше на другой вопрос – управляет Бог миром или нет, вмешается ли он в ход истории, будет ли он бороться с фараоном, заставит ли он отпустить нас. Вот какой вопрос сейчас. А вопрос об этом ошгахе снова. Можно приводить доказательства философские, можно приводить доказательства другого характера. Есть самый сильный характер, вмешивается он или не вмешивается. Это молитва. Что есть молитва? Молитва означает способность человека встать лицом к лицу, к Богу, и обратиться к нему. Но обратиться к нему не как монолог, а молитва – это означает диалог, это означает, что есть и ответ. И когда есть ответ, тогда уже не остаётся никакого сомнения, что тот, кому я обращаю эту молитву, он отвечает и он вмешивается. Так если я буду, то, что Всевышний говорит, я буду с вами во всех этих бедах, т.е. когда вы будете обращаться ко мне, и будете получать ответ на это, т.е. у вас будут избавления, и вы увидите, что после того, как вы обращаете ко мне молитву, она принимается, и я вмешиваюсь в историю, и я изменяю, больше никаких доказательств не нужно. Тогда уже всё ясно, тогда не нужно спорить и заводить философские диспуты о том, вмешивается ли Всевышний, управляет ли он этим миром, интересуется ли он этим миром или нет. Есть факт, мы к нему обращаемся, мы направляем к нему просьбу, и она удовлетворяется, значит, вмешивается. Таким образом, то, что, заключая этот вопрос, Муше предвидит, что евреи зададут такой вопрос, будет вопрос о том, каким образом Всевышний проявит себя Всевышний в этой истории, и каким образом он может проявлять себя так, как он проявлял в отношении к прадцам, к Абраму, Ицхаку и Якову, это проявление, то, что проявление, которое называется именем Бога Шиндалит Юд, то есть ограничение действий законов природы, или будет проявление через имя Юд Кей Вавкей, которое полностью приостанавливает действия законов природы. Если такой вопрос Муше предвосхищает, скорее всего, он будет задан, на что Всевышний отвечает, вопрос лишний, и отвечать на него не будем, потому что вопрос о том, буду ли я вмешиваться, и каким образом, он познается просто на практике, я буду, кем буду, то есть буду во всех этих бедах, и сам тот факт, что я буду отзываться на молитву, она это и даст вам понимание того самого вопроса, вмешиваюсь ли я, и как вмешиваюсь, всё это увидите, что называется, на практике. Продолжает Тора дальше. «Ступай и собери старичный Израиль и скажи, Господь Бог ваших отцов явился мне, Бог Авраама, Ицхака и Якова, чтобы сказать, я вспомнил вас и то, что делается вам в Египте. Поэтому я сказал, выведу вас из страданий Египта в страну Кенонеев, Хетов, Эмуреев, Перизеев, Хивеев и Егусеев, в страну, текущую молоком и мёдом, и послушаются твоего голоса, и пойдёшь ты и старейшины Израиля к царю египетскому, и скажете ему, Господь Бог евреев явился к нам, и теперь позволь нам пойти на три дня в пустыню и принести жертвы Богу нашему». Т.е. не требуй у фараона моментального освобождения, нет. Всё, что нужно, это только просить на три дня пути уйти в пустыню и принести жертву. «Но я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. Тогда я протяну мою руку и поражу Египет своими чудесами, которые совершу в его среде, и после этого он даст вам уйти. Только тогда. И я дам этому народу благоволение в глазах египтян. И будет, когда вы пойдёте, то не пойдёте с пустыми руками. Каждая женщина попросит у своей соседки, у той, что живёт с ней в одном доме, золотые вещи, серебряные вещи и одеяния, которые вы наденьте на ваших сыновей и дочерей, и опустошите вы Египет». Всевышний обещает здесь мужу, и что, когда ты явишься к старейшинам, то они тебе поверят, и они тебя послушаются. На основе чего? На основе того, что ты скажешь, «Господь Бог ваших отцов явился мне, Бог Авраам и Царк и Яков, чтобы сказать, я вспомнил вас и то, что хотелось вам в Египте». Ну и вопрос снова, возвращается тот же самый вопрос, а почему они должны поверить тому, кто такое скажет? Скорее всего, человек, который говорит такие вещи, большебрестство людей, которые утверждают подобные фразы шарлатаны, обманщики, почему поверят? Раши говорит так, «Послушается твоего голоса, почему? Потому что, когда ты им скажешь вот в точности вот эти самые слова». Что такого удивительного в этих словах? «Бог Авраам и Царк и Яков, чтобы сказать, я вспомнил вас и то, что вам делается в Египте». Что здесь такого? Так это звучит по-русски. В оригинале эти слова «покод покадати», т.е. удвоение этого слова «слово вспомнил» именно через корень «пкида», «покод покадати» и «удвоение», вот эти слова являются паролем. «Именно их сказал, тогда они послужат себя, потому что им известен уже издавна этот знак, этот пароль. «Покод покадати», «я вспомнил, вспомнил», они знали ещё от Якова и Иосифа, что когда будут произнесены эти слова, т.е. они знали, что настоящий избавитель явится именно с этими словами, когда придёт их освобождение. Ещё Яков сказал им «Бог вспомнит, вспомнит вас и выведет вас». Иосиф повторил тот же самый пароль, перед тем, когда он умирал, он завещал братьям «вынести своё тело», когда он сказал «когда вспомнит, вспомнит вас Бог, вот тогда вы вынесете мои кости отсюда». Как понять, ещё одна в этом отрывке фраза непонятная с точки зрения текста, но я знаю, т.е. ты не думай, говорит Муше, что твоя миссия сразу венчается успехом. С одной стороны, Всевышний пообещал, что да, венчается успехом. С другой стороны, сразу охладить его ожидания, но я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. Как понять это? Как понять это? Продолжение. Что значит, я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. Вратимся к Раши. «Царь Египта не позволит вам уйти, первое объяснение, пока я не покажу ему крепкую руку». Если не крепкой рукой, имеется в виду крепкая рука Всевышнего, он откажется, он не согласится отпустить вас. Если не крепкой рукой, имеется в виду, пока я не покажу ему свою крепкую руку. Словами придётся путём умеренного физического воздействия убедить фараона в том, чтобы отпустил. «Иначе говоря, пока не дам ему познать силу моей руки, он не даст вам уйти». Т.е. просто, когда с ним будете говорить по-хорошему, ничего не получится. А некоторые толкуют весь этот стих иначе. Можно совершенно по-другому объяснить. «Я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, но не крепкой рукой». Т.е. не потому, что у него рука крепкая, он не отпустит вас. «Ведь когда я протяну к нему свою руку, он тогда тут же отпустит». Т.е. тогда по этому второму комментарию это крепкая рука, не крепкая рука Всевышнего, это крепкая рука фараона. И тогда, если не крепкой рукой, означает так, что он вас не отпустит. Но не потому, что он такая у него крепкая рука, не потому, что он, как сегодня бы сказали, такой крутой. Да нет, вовсе не такой он крутой. Почему? Потому, как только я его прижму, он тут же согласится вас отпустить. Поэтому мне этот отказ вовсе не говорит о том, что у него крепкая рука и о том, что он такой сим. Аурахаев здесь задаёт вопрос непростой. В самом начале ещё, когда планируется исход, Всевышний уже ввели здесь евреям обобрать египтян. Т.е. формально евреи отправляются на три дня пути, каждая еврейская женщина придёт к соседке и скажет, а не одолжите ли вы мне, вот мы идём на праздник, а нет приличной посуды, не одолжите ли мне что-нибудь такое серебряного, золотого, праздничного. И они дадут, но, естественно, возвращаться никто обратно не собирается и тем самым опустошить его Египет. А это красиво так делать. Всевышний говорит евреям, что нужно будет так вот обманывать египтян и обманным образом забрать у них золотые и серебряные вещи. Ответ очень коротко, Аурахаев он вот какой. На самом деле, ведь сегодня последний день Хануки, имеет смысл вспомнить, что когда евреи оказались под властью греков, и тогда и Египет был под властью Александра Македонского, то поскольку два народа оказались под одной властью, то произошло некоторое судебное разбирательство, а именно египтяне подали Александру Македонскому жалобу на евреев, что они много лет тому назад обобрали египтян и настолько, даже это не скрывают, хвастаются в их книгах про это написано. И когда разбирался этот вопрос, то представитель еврейского народа сказал, ну если всё ваше доказательство из этой книги, из того, что написано в книге, что мы обобрали египтян, так в этой книге сказано ещё одно, а именно то, что 600 тысяч мужчин работали рабской работой на фраоне, ни за что, ни про что, их совершенно беззаконно поработили. Поэтому у нас есть встречный иск, мы готовы удовлетворить ваш иск, вернуть вам золотую и серебряную посуду, которую тогда убрали, но вы удовлетворите наш иск, а именно заплатите за восемь с лишним лет работы 600 тысяч человек, и тогда мы будем квиты. Заседание суда было прервано, второго заседания не состоялось, потому что египтяне не пришли, просто они сделали подсчёт и поняли, что иск евреев куда более серьёзный, придётся платить больше денег. Так что, в общем-то, получается так по этой истории, что в общем евреям, безусловно, полагалась выплата, а египтяне не обязаны были заплатить им за вот эту рабскую работу на протяжении многих лет. Но вместо того, чтобы взять это силой и в открытию, Всевышний предпочёл это именно таким опытом. Почему? Потому что здесь есть дальний расчёт. Всевышний хочет выманить фараона и египтян вместе с ними, чтобы они, поняв, что евреи не возвращаются и не вернут им их золотые и серебряные вещи, чтобы фараон пустился за ними в погоню. Почему? Да потому что ловушка у Красного моря уже готова. И для того, чтобы выманить фараона в Красное море и завершить исход потоплением фараона и всей его армии, для этого Всевышний и сказал евреям именно таким образом – попросите у египтян одолжить, чтобы они потом очень разозлились и бросились бы в погоню. А то, что у евреев есть право на эту золото-серебряную посуду, несо всякого сомнения, заслужили это тяжёлым каторжным трудом на египетских стройках. Спасибо.